Муж ушел к любовнице. С такой проблемой и с таким вопросом к нам очень часто обращаются. Вот мы сегодня с вами и поговорим на эту тему. Почему же именно муж уходит к любовнице? В чем причина ухода мужа к любовнице? Давайте разберемся. Вообще, на самом деле, конечно, проблема состоит больше в женщине. Из-за чего уходит мужчина к любовнице? Где-то не досмотрела, где-то она не доглядела. И очень часто бывает такое, что женщина, знаете, как-то расслабляется после свадьбы. Думая о том, что да куда он теперь денется? Поверьте, денется. Еще как денется, если вы будете дальше так думать. На самом деле, очень много делается ошибок в семье. Так как женщина, именно женщина, создаёт тот самый уют и тепло в этом доме. И именно женщина должна простраивать свое гнездо. К мужчине это не относится. Так как у мужчины преобладает две стихии в основном. Это огонь и ветер. И куда потянет именно этот внутренний ветер мужчину, неизвестно. Мужчина, он защитник, он бык-осеменитель. Но никак не домосед. И ему не нужно строить какое-то гнездо, какую-то семью. Это нужно женщине. Поэтому здесь и бывает ошибка женщины в том, что женщина даже просто банально перестает следить за собой. Что уж там говорить о том, что она перестает даже себя накачивать женской силой. И она перестает заземлять мужчину. Вот, к примеру, представим мы даже вот такую вот ситуацию, когда муж приходит с работы. Он уставший, голодный, так скажем. И вот он приходит домой, и жена начинает его просто пилить. Все не то, все не так, денег нет, полку не повесил, сын плохо учится и так далее. Вы думаете, ему охота слушать такие слова вечером, когда он приходит домой? Нет. И день изо дня, когда вы так встречаете своего мужа дома, поверьте, ему это надоест слушать. И он рано или поздно начнет себе искать ту самую ласковую, нежную, красивую, обаятельную женщину, которая будет ему по вечерам ворковать, слушать его, обласкает его, приголубит и с собой положит. Поэтому будьте бдительны. Если вы так сильно дрожите своим гнездом, следите за собой всегда, заземляйте своего мужа. Очень много есть способов для этого. И накачивайте себя именно той самой женской силой. Чтобы мужчина был всегда рядом со своей женщиной, ей необходимо выражать на своего мужа. Во все времена всегда женщины и девицы выражили на своих мужчин или мужей. И это нормально. Это прописано самой природой. И женщина должна выражать на своего мужчину. Не забывать об этом. Делайте, к примеру, и зазывы, и подливы, и всевозможные сексуальные привязки. Жена имеет полное право на это. И ведь правильно сделанный переворот, либо подлив, это сделает ваши отношения только лишь сильнее и ярче. И оно только укрепит гнездо. И ваш мужчина будет расти во всех смыслах этого слова. И где ресурсы у вас внутри семьи будут ваши увеличиваться. Если у вас муж ушел из семьи, и вы сложите крылышки, то знайте то, что ваш муж к вам не вернется. Это в 99%. Он останется именно с любовницей. Чтобы вернуть мужа обратно, вам нужно обязательно обращаться к проверенному мастеру. Именно мастер, ведьма, полностью разберет всю вашу ситуацию и посмотрит, как можно именно вернуть правильно вашего мужа обратно к вам. И здесь будет, поверьте, проведена огромная работа. Будет она состоять из полного комплекса для того, чтобы вернуть вашего мужа. Это и всевозможные любовные привороты, и вас, чтобы накачать женской силы, и привязки. И притянуть вашего мужа обратно к вам, поверьте, там работы очень много. И только в этом случае ваш муж вернется. И эта работа будет проводиться не один день и не два. Это такое, достаточно очень много времени на это нужно. Возврат мужа в семью – это очень долгий процесс. И вам также нужно будет запастись очень многим терпением. И нужно будет также приложить огромные усилия для того, чтобы возвратить вашего мужа. Не доводите до такого состояния, где ваши отношения начинают разваливаться. Если вы дрожите своей семьей, то всегда следите за внутренними, так скажем, внутри вашего гнезда, какие у вас идут отношения. Усиливайте их. Ведь для того, чтобы увели мужа из семьи, на это нужно время. И когда уводят мужа из семьи, это говорит о том, что жена просмотрела. Это говорит о том, что ей было все равно. Не доводите до такого состояния. Будьте мудрой женщиной. Боритесь всегда за свое счастье, за свое гнездо. Бейте тревогу сразу, как вы почувствовали неладное. И тогда ваша семья и ваше гнездо у вас сложится все хорошо.